Доброе утро, Полтава! Доброе утро, с праздником! А что сегодня за праздник? День освобождения Украины. Ага, о, извините, не замониторил, не увидел, как всегда, вбегал. Сегодня я, на доброе утро попал, сейчас 7 часов, где-то 7.47, вижу. Сегодня я у кофе, меня обращают в такой организации, довольно серьезной, давайте иначе. Служба 15.80. Я вам представляю Сергей Зубань, правильно фамилию я называю. Это человек, который руководит силами быстрого развертывания нашего города. Назовем так, это откровенно. Человек, с которым я вижусь практически каждый день в последнее время. Потому что я такой, потому что я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Сергей, вы руководите довольно серьезной службой для города. Конкретно, что уходит в сферу вашего влияния? В основном, в основном это решение всех коммунальных вопросов. То есть вопросов на сегодняшний день у нас очень много. Ну и люди звонят по-разному. Бывает, и просят помочь ей разгадывать кроссворды, и спросить правду с погодой. На любой вопрос мы можем нашим людям дать. Даже со такими вопросами интересными. Скажите, сегодняшняя ночь, я еще не успел услышать, как прошла ночь? Ну, сегодня более-менее нормально. Мы ждем на завтра, уже возможно будет пролетать снежок. Сегодня все прошло более-менее спокойно. Пролетать снежок, что это значит? Как вы к этому готовитесь? Пролетать снежок, это значит, что мы будем... И закрываем. Пролетать снежок, это значит, что мы будем уже готовить технику. Она, в принципе, у нас готова. У нас есть уже службы, которые будут мониторить сегодня ночью проезжать. Особенно на склонах. Будут смотреть там, где у нас будут подмерзать. Мы там уже будем всыпать соли, склоны. То есть, даже если вот все в час, вот неожиданно вы уже к этому готовы? Готовы, и готовы, я считаю, что мы 100%. Смотрите, к вашей организации, вы говорите, там, кроссворды порешать даже. Как реагируют работники ваши? Вот я слышу девочки, все равно там, ну, настроение вроде нормальное у них. Это еще ночная смена, да? Да, это ночная смена, которая сейчас у нас пересменочка. Ну, как вам сказать, значит, с таким коллективом, как у меня, я считаю, что мы можем море свернуть. И люди уже здесь проработали, некоторые провели 20 лет. Куку с корицей вкусно. Вот вы видите, у нас даже копья самый вкусная, да. Поэтому я считаю, что люди уже привыкли ко всему. Бывают, конечно, и скандалы, бывают звонят специально для того, чтобы оскорбить людей. Ну, мы каждому нашему заявителю ищем свой собственный подход. Как вы долго на этом поступите? В следующем году, в феврале, будет уже два года. Два года. До этого я работал в коммунальном отделе Октябрьского райисполкома, сейчас уже Шевченковского. Поэтому уже сюда пришел более-менее подготовка. Готовы, вы знаете... Знаю принципы работы. Скажите, я знаю, что для нас это наболевшая тема, тема водоканала, который интересным образом не принадлежит городу, да? Облэнерго. То есть по этим вопросам обращаются люди? Конечно. В основном, даже вот вчера, допустим, был очень тяжелый день. Вчера было порядка тысячи звонков. Основная проблема, конечно, отключение воды по центру. Ну, мы пытаемся с людьми же общаться. Такой же сам абсолютно ситуация. Я сам живу в центре. Можете на камеру, но сам вчера принимал в одну в тазике. Поэтому так же самое без... Вы имеете возможность решать этот вопрос? По влиянию на водоканалу, ну, я просто хочу объяснить ситуацию, которая сейчас на данный момент сложилась, чтобы люди понимали, потому что если сейчас не будут отключать воду в центральной части города, то проблемы будут гораздо позже, чем то, что сейчас люди без водоканализуются. Там действительно очень серьезная проблема, поэтому ее нужно решать. С водоканалом мы сотрудничаем с их недиспетчерской службой. Ну, мы стараемся на данный момент, в проблеме, которая сейчас сложилась, чтобы у нас была информация, когда хотя бы будут приблизительно включаться, они-то выставляют графики, наверное, на своем сайте постоянно. Но вчера они включили вовремя, как и обещали, что в 6 часов и из 6 часов до 9 долларов. Но, тем не менее, бывают задержки. Люди, когда не дозваниваются до диспетчерской водоканала, все равно звонят сюда. В надежде, что вы решите. Да, ну, к сожалению, я же говорю, просто нужно понимание, что есть проблемы, которые требуют длительного решения. Это та проблема, которая у нас сейчас сложилась на Южномочке. То же самое, очень огромная проблема, это кооператив автогражданого ГРИН на улице Энгельса, который находится там уже, два гаража упало, там тоже автогражданый кооператив построен на коллекторе водоканала канализационном. Ну, сейчас искать виноватого я не вижу смысла, но надо пытаться решить этот вопрос, чтобы не подали гаража. А будете искать виноватого, все-таки, я понимаю, что сейчас надо решить проблему. Будете ли вы искать, или кто должен искать виноватого, все-таки, произошедшего? Ну, я скажу, что это не совсем моя компетенция. То есть, это не ваша компетенция? Я не ищу виноватых, я пытаюсь приложить все усилия, чтобы решить проблему. А будет, вы не знаете, будут ли искать? Ну, все-таки, это совершено. Действие какое-то, которое... Вы знаете, там просто по Энгельсу такая ситуация, в которой кооператив построен, если я не ошибаюсь, там, в районе 70-х годов. Да. У многих жильцов и у многих, которые властны в таких гаражей, есть действительно там все документы, которые им разрешают строительство на данной территории. Как так получилось? Что это не разрешение на строительство на коллекторе? Я не могу сказать. Вроде бы там, ну, это разрешение давали в Киевском райисполку. Но те люди, которые их уже давали, уже давно не работают и искать кого-то сейчас. Спрашивать. И что делаем? Я думаю, что сейчас, в данный момент, как минимум, нужно, чтобы водоканал провел максимально работы для минимизации ущерба, который будет для хозяина горожития. Конечно, сейчас, на данный момент, весь вопрос в день. Пока область не выделит деньги на облотку, у нас будет... Водоканалу водоканал не сможет решать проблему. А если водоканал перейдет в собственность города, тогда городу придется финансировать... Да, да, да. Ну, я думаю, возможно, оно будет немножко попроще. Я понимаю, что так же сам город будет искать эти деньги. Но это все-таки город, в котором мы живем. Я думаю, это будет уже городской проблемой. Я думаю, это было бы очень хорошим шансом. Ну, теперь ждем, что нам скажут депутаты областного совета. Давайте теперь по-другому. Если быть честным и добропорядочным, и идти по логике вещей, по каким вопросам все-таки стоит звонить на ваш номер? То есть мы понимаем реально, что на сегодняшний момент водоканал и обл.энерго на сегодняшний момент неприлично, нехорошо звонить в вашу службу. Все-таки, ну, это чужое хозяйство. Мы все заявочки принимаем. Вы принимаете, я понимаю, но... И так же сама передаем. Вам приходится потом путем переговоров с водоканалом, предположим, решать, утрясать. Но вы отвлекаете свой ресурс. Ведь основная задача у вас немного другая. Какая именно эта задача? Основная задача, она все равно слушать наших жителей. Поэтому, когда они меняют по вопросам водоканала, обл.энерго, полтавагаза, мы все равно будем принимать эти заявочки. То есть, да, основная работа, мы ведем контроль над городскими коммунальными организациями. Это то есть ЖЭК, это оборсвет, это декоративная культура. Но никому, кто позвонил на службу 1580, не было ни разу еще отказано. Часто возмущаются люди по вашей работе? Бывает, бывает. Из-за чего? Опять мы возвращаемся. Из-за лифта? Ну, чаще всего вы не мониторили. Из-за лифтов или из-за водоканальных проблем? Сейчас это у нас, скажем так, сезонная работа. Любая работа всегда все равно остается сезонной. Сейчас это отопление. Очень много заявочек. Вот сейчас уже более-менее начало устаканиваться. Поэтому вчера, допустим, я узнавал на приеме у Алексея Григорьевича практически никого подопления не было. То есть более-менее мы сейчас уже запустились. Конечно, есть еще воздух системов. Надо понимать, потому что, допустим, когда останавливается котельня, то воздух в систему дома все равно будет попадать. И поэтому ЖЭК будут не один раз выходить и будут спускать этот воздух. Есть у нас сейчас два ЖЭКовских дома, в котором еще есть проблемы. Это Никиченко-6 и Фрунзе-86 сейчас европейская. Значит, по европейской там осталось два столика. Я не надеюсь, что мы сегодня этот вопрос закроем вместе с ЖЭКом. И по Никиченко там после капремонта еще будут немножко выполнять работы. Люди звонят, люди переживают, потому что уже все-таки действительно холодно. Ваш лично рабочий день со скольки доски? Ну вот я вас здесь встретил, считай, где-то без двадцати восемь вообще. Ну и рабочая идея не будет ненормирована абсолютно. То есть звонят и ночью, разные ситуации бывают. Я могу подумать, я абсолютно нормально на это реагирую. Семья как реагирует? Семья тоже нормально реагирует, потому что знал, куда я иду. Ну, поэтому я думаю, что с моим выбором они согласны. Единственное, что тяжело себя контролировать, допустим, дома, потому что тут пытаюсь быть предельно вежливым, предельно с людьми общаться. Ну, это все-таки работа. Дома немножко, когда приходишь, могу сорваться. Ну так. Это плохо. Да, ну, это, к сожалению, так и есть. Ну, вот такое доброе утро. Мы должны понимать, куда звоним, зачем звоним и чего хотим. Потому что довольно часто я сегодня одну секунду буквально пообщался. Женщины, которые принимают заказы, открыто говорят о том, что есть люди, которые звонят чисто для конфликта. Просто поспорить, просто поскандалить. Поэтому всем доброго утра, хорошего дня. И звоните сюда обдуманно, не стараясь кого-то обидеть, оскорбить, а наоборот, вас тогда наверняка услышат. Я с этими людьми уже общаюсь не один день. Вас наверняка услышат и попытаются все сделать для того, чтобы решить вашу проблему. Всем доброго утра. И еще раз праздник.